Добро пожаловать! Мелеха Посмотрим, что за Мелеха у нас тут Кругом тут одни эти итальянцы, которые приезжают в Сицилию Здесь Сицилия недалеко Очень веселые ребятки Так, что это было у нас? А, это у нас эти продаются Кроме итальянцев здесь из других, конечно, мест приезжают, естественно Сейчас у нас учиться Так, Миро Лефа Цены не написаны Цены на фрукты не написаны А, вот здесь написано что-то О, Смирнов зато есть Пожалуйста Смирнов есть Цента нет 11 евро Цены на фрукты не написаны, зато на алкоголь написан Интересно, что здесь большое количество русских магазинов И, при том, обычно в других странах Когда есть русский магазин, открытый русский магазин Там обязательно, естественно, работают русские Здесь же, пока еще не в одном магазине В так называемом русском магазине я еще не встретил, чтобы работал русский То есть просто русская еда продается Написано Russian food И продается русская еда Но не значит, что в магазине работает русский Это может быть кто угодно Но, в основном, все здесь говорят на английском языке И, конечно, все здесь говорят на английском Вся эта Мальта, вот такое ощущение, что чуть-чуть еще и все, и она развалится. Все вот это строение, и старый, и древний. Ну, примерно, пицца 6 евро стоит, примерно, поесть. Но еда здесь, кстати, вкусная. Очень много вкусной еды. Вот парень несется. Серьезный музон он такой несет. С отелями, конечно, у них тут проблемы, проблемы. Вообще, все, что касается какого-то сервиса, вот сейчас, в данный момент, мы живем у англичанина, снимаем этот отель, апартаменты, отель этот. Вот, и у него более-менее, скажем так, все как-то нормально. И он говорит, что найти здесь что-то, жилье такое реально, нормально, хорошее, чтобы был нормальный сервис, тем более еще с интернетом, то это, говорит, бесполезно. Потому что это очень, очень, во-первых, сложно, а во-вторых, даже не то, что сложно, его просто нет. И здесь только две интернет-компании, говорят, которые между собой, как сказать, конкурируют. Но одна компания, это вообще самый плохой интернет. А вторая компания интернет хороший, старается сделать, по крайней мере, хороший. Из-за этого все к ней идут, но нормально работать она тоже не может, быстро сделать интернет. Из-за этого и вот проблемы. И в отелях все точно так же, вроде бы. Некоторые отели как бы дорогие, даже мы, которые отель снимали, 58 евро, он оказывается сейчас, вот на данный момент, он уже стоит 130 евро. То есть это трехзвездочный отель, который очень а-ля крутой, а-ля блатной, но условия в нем, до этого сколько уже стран проездил, условия в нем на 20-30 евро, которые были обычные отели. На Канарских островах, ну, конечно, там тоже есть некоторые отели были такие, но у них и цены были другие. Но за 70 евро, за 60 евро на Канарских островах можно было снять шикарный вообще отель. Вот, поэтому в этом плане Мальта здесь очень странные вещи творятся. Зато очень много такой жизни для студентов, которым вообще абсолютно все равно. То есть зашел, чистая кровать стоит, и там под твоими окнами всю ночь музыка играет. Веселье, сумасшествие, безумие. Вот в таком плане здесь валом этих апартаментов за 20 евро, за 30 евро. Здесь не пою, не пою. Здесь красивое место. Смотри, у нас и море начинается. Что-то там Мадонна было написано. Майя Донна, Мадонна. Мадонна. Я так понимаю. Ну да, на море вниз. В центре, я так понимаю, это то, что мы прошли, только что, где мы вышли, правильно? Да, да. Потому что мы там проехали-то немного, ну в плане самого этого города. То есть как бы он маленький получается, если из-за этого исходить. Смотрим, что тут за море у нас. Как выглядят пляжи. До этого пляжи, все, которые видел, по правде говоря, ничего хорошего там не было. Какая-то грязь, мусор и вода тоже грязная. Именно где пляжи. А дальше уже само море, конечно, очень красивое. Такое, бирюзовое. Вообще, с удовольствием можно любоваться. Но эти пляжи у них какие-то, то ли они в порядке, пока не привели, то ли сезон не начался, не знаю, в чем причина, но выглядит не очень хорошо. Звезда пляжа тоже идти не близко, если он здесь вообще есть. Да вроде должна быть. Но что-то как-то... А, не, идет, идет нормально. Она так по кругу просто заворачивает. Да, вот тут хороший запах стоит. Но все равно вот так привыкаешь. Вот сюда, когда первый раз, первый день точнее, когда приехал, из-за смены обстановки, по-другому себя как-то вообще непонятно как-то. Грязь, улицы грязные, везде мусор, все какого-то... Вот этот желтый цвет, он как бы, конечно, он красивый был бы, если бы все было так красиво и четко. Но все какое-то разваливающееся, какое-то вообще непонятное все. А потом раз, вот второй, третий день, четвертый день, уже вот с каждым днем, уже привыкаешь и уже начинаешь как-то по-другому все смотреть, по-другому видеть. Новые интересные вещи замечаешь. Просто у каждого места есть свои какие-то прелечные, какие-то минусы, какие-то плюсы. Идеально в Минске нет-то не бывает. Автобусы здесь ходят, это уже хорошо. Адлистрица у нас. Очень много здесь русскоговорящих, в основном студенты, студентки. Поэтому и магазинов тоже с русской едой много. Приезжающих, кстати, тоже много русскоговорящих. отдыхать приехавших. Так, где же наше море? друзья буду я экономить батарею тогда пока выключаюсь находимся на мальте